В этом видео хочу рассмотреть такой сервис, известный, который называется Canva. Я бы сказала, что это сервис-палочка-воручалочка для людей, которые не являются профессиональными дизайнерами. Здесь можно брать готовые шаблоны, редактировать их под себя, под свои потребности. Итак, когда мы находимся на главной страничке, нам предлагают либо войти, либо зарегистрироваться. Но процесс регистрации такой же, как на большинстве сайтов, поэтому я не буду его показывать. Поскольку у меня уже есть аккаунт, я просто войду под своим логином и паролем. Мы попадаем на главную страницу сервиса Canva. Перейти к созданию дизайна можно несколькими способами. Во-первых, есть кнопочка шаблоны. Здесь мы выбираем любой шаблон, который нам нужен. Либо мы просто пролистываем страницу вниз. Вот первое идет рекомендуемые шаблоны. Мы можем выбрать социальные сети. Нам здесь будут только социальные сети. Пролистаем еще вниз. Здесь те дизайны, которые были недавно созданы мной. Вот пишет ваш дизайн. И далее, если мы пролистываем, тут тоже шаблоны. Публикация в Instagram, публикация в Facebook. И есть еще кнопочка создать дизайн. Нажимаем на нее. Здесь у нас выбор. Либо выбрать те же самые шаблоны. Либо настраиваем размеры. Если у нас размер нестандартный, мы знаем какая у него ширина в пикселях. Мы здесь их задаем и создаем наш дизайн. Давайте вернемся к нашим шаблонам. Например, публикация в Instagram. Тогда нас перебрасывает на новую страничку. Уже подготовлен квадратный шаблон. И здесь мы тоже можем либо создавать с нуля, либо выбрать из предлагаемых шаблонов. Давайте выберем шаблон. Если этот шаблон нам не понравился, можем нажать кнопочкой на другой шаблон. И он сразу же здесь появится. Еще здесь есть платные и бесплатные шаблоны. Когда мы наводим курсор на какой-то шаблон, подсвечивается бесплатно. Здесь эти шаблоны еще, кроме всего прочего, разбиты по категориям. Например, с едой, о продаже, Instagram на день рождения. А если мы нажмем показать все, то будут показаны все в перемешку. И вернемся по категориям. Что мы можем делать на этом шаблоне? Здесь, когда мы наводим курсор, сейчас мы выделили текст, другой текст, фотографию, подложка под фотографией. Тут каждый элемент можно выделять отдельно и передвигать его в нужное место. Например, если на этой фотографии нанесена такая сеточка, написано «Конвай», это значит, что фотография платная. Давайте заменим ее на какую-то другую фотографию. Для этого мы пойдем в боковое меню и посмотрим фото. С фото точно такая же история. Есть бесплатная, есть платная. Наводим на фотографию и видим, что она бесплатная. Чтобы добавить, просто перетягиваем ее на нужное место. Два раза щелкнем по ней. Можем подвигать так, как нам нужно. Шрифт тоже можно менять. Например, выделим весь текст. Пишем. Можно его растягивать. Наверное, если все слова не поместились. Как видим, шрифт изменился, потому что те, которые шрифты применимы в латинице, не всегда применимы в стерилице. Еще. Когда мы выделяем элемент, то для него меняется меню, которое наверху. Например, для картинок у нас такое меню. Эффекты. Какие эффекты можем добавлять к фотографии. Но здесь просто наложение такого однотонного фильтра. Если мы хотим добавить какой-то эффект, вот здесь нам предлагает канва эффекты. Вот, например, интересный. Пикселизация. Мы нажимаем подключить. И у нас добавился эффект пикселизации. Смотрите. Делает пиксельный рисунок. Здесь еще другие эффекты. Наложение цветовых эффектов. Можем фильтр наложить на фотографии. Видите, она меняет свой цвет. Настроить. Это настроить вручную. Например, насыщенность, яркость. Это ручная настройка. Обрезать. Обрезать это, если мы потянем за уголки, то обрежем нужную нам форму. Отмена. И отразить. Это отразить по горизонтали, например, либо по вертикали. То, что мы можем делать с картинкой. Если мы выделим текст, у нас вверху меняется панель инструментов. Например, для текста мы можем выбрать начертание. Нажимая вот на эту кнопочку, появляется меню. И можем выбирать другие начертания шрифтов. Можем менять размер этого текста. Можно выбирать отсюда, а можно вводить вручную, например. 200. Растянем, чтобы все буквы помещались. На тексте мы можем менять цвет. Сделать белым, но его не видно. Темно-синим, коричневым. Вот мы выбрали начертание шрифта. Можно выбрать его жирность. Наклон шрифта. Расположение по центру. Буллеты. Нужно добавить, если нужно. Несколько видов буллетов. Можно менять расстояние между буквами. И расстояние между строчками. Настраивать. И эффекты. Эффекты это тень под текстом. Но это не всегда красиво смотрится. Нужно смотреть. Оставим как было. Текст можно удалять. Чтобы удалить, нужно либо нажать на корзиночку, либо нажать клавишу Delete на компьютере. Если мы что-то сделали лишнее, можно вернуться назад при помощи стрелочки. Вот наш текст вернулся. Все объекты можно двигать, как я уже говорила. Каждый объект можно менять ему цвет. Если из этой палитры нам не очень подходят цвета, мы переходим в большую палитру. И здесь просто меняем насыщенность этого цвета. Либо двигаем так, как нам нужно. Выбираем подходящий цвет. Вот, например, так. И еще в конве есть очень интересная функция. Анимация. Вот у нас мы выделили всю картинку целиком. И нажмем на кнопочку Анимация. Есть несколько вариантов анимации. Давайте посмотрим, что происходит. Вот разные виды анимации. Вот эти бесплатные анимации. А те, которые с коронкой, это платные. И после того, как мы добавили анимацию, если мы нажмем Скачать, это уже будет не картинка, а видео. И сохранится оно в формате MP4. Убрать анимацию, нажимаем Нам. И тогда, если мы нажмем Скачать, нам предлагают скачать в формате PNG. Можно выбрать также JPEG и PDF-файл. Есть еще такое понятие, как слои. Например, выделим картинку. Зайдем в кнопочку Расположение. И нажмем Назад. Видим, картинка оказалась под квадратиком. Таким же образом можно вернуть обратно, вперед. И то же самое относится к тексту. Его тоже можно двигать по слоям. Еще есть возможность группировать объекты. Например, выделим квадратик, подложку. И удерживая клавишу Shift, на компьютере выделим картинку. Таким образом мы выделили два объекта. И нажмем на кнопочку Группировать. Теперь это группа объектов. И как бы мы их ни двигали, они всегда будут двигаться вместе. И аналогично их можно разгруппировать. Разгруппировать и они снова по отдельности. Хочу показать, как можно поменять фотографию внутри вот такой неровной маски. В фотошопе такой эффект называется маска. Вот смотрите, если я один раз щелкаю, объект двигается вместе. И рамка, и фотография. Если я нажму, кликну два раза по фотографии, выделяется только фотография. И мы видим, что она находится под маской. Можно ее двигать. Чтобы поменять на другую фотографию, вот мы выделили эту фотографию. И выбираем, например, из тех, которые нам предлагают канва. Перетаскиваем. И видим, она становится прямо вот на это место. Если два раза щелкнем снова по этой фотографии, можно подрегулировать расположение. Например, вот так. Но она стала черно-белой. Черно-белой, потому что на предыдущей фотографии был наложен эффект. Вот мы выделим. Один раз щелкнем по этому объекту. И нажимаем кнопочку Настроить. Видим, что насыщенность у нас тут стоит минус 100. Если мы подвигаем, например, переведем на ноль. Посмотрим, что фотография вернулась. Она стала снова цветной. Вот таким образом можно поменять фотографию внутри маски. Конечно же, канва позволяет загружать и свои картинки с компьютера. Не только те, которые здесь есть в канве. Например, я выделю фотографию. Зайду в папочку со своими картинками. И перетащу какую-нибудь картинку. Вот она добавилась, но она встала не так, как я хотела. Я хотела, чтобы она попала в маску. Я ее удалю. И, как видим, она уже загрузилась в папочку загрузки. Вот здесь наверху папка загрузки. Над фото. Здесь сохраняются все фотографии, которые я когда-нибудь загружала в канву. Я выделю двумя щелчками фотографию. И перетяну свою. И вот она встала внутрь маски так, как я хотела. Еще канва позволяет помимо фото добавлять видео. Здесь есть коллекция бесплатных видео. И перетягиваем мы таким же образом. Два раза кликаем на картинку. Выбираем видео. Перетягиваем. Оно становится прямо во внутрь маски. После того, как мы поставили видео, вверху поменялась панель инструментов. Здесь есть инструмент обрезать. Первый инструмент позволяет нам менять размеры окна самого видео. А инструмент с ножничками позволяет нам обрезать видео по длине. Вырезать кусочки из него, которые нам нужны. Делать его короче. И естественно, когда мы захотим уже всю готовую картинку, эту с видео сохранить, оно сохранится в формате mp4, как видео. Давайте пока вернемся назад к фотографии. Стрелочкой назад я возвращаюсь. Еще канва позволяет добавлять разнообразные элементы. Вот мы зашли в левом меню, выбрали элементы. Здесь есть разнообразные иллюстрации, фигуры, сетки, стикеры. Причем есть анимированные стикеры. Вот перетянем анимированный стикер. Его можно сильно уменьшить. Можно повернуть. И естественно, при добавлении анимированного стикера, это уже будет не фото, а видео. Сохранится в формате mp4. Давайте удалим этот стикер. Разнообразные иллюстрации. Большой выбор. Можно добавлять текст. Здесь есть уже заготовки с текстом. Большинство текстов написаны по-английски. Где-то я тут видела, вот, например, шрифт русский. Можно поменять, естественно, свой текст. Есть возможность заменить фон. Например, если выделю всю полностью картинку, то я могу менять фон, просто кликнув по фону. Вот такие функции в конве. И здесь есть, если мы нажмем на три точечки, конва предложит нам еще массу разнообразных функций, с которыми нужно разбираться. Вообще, конва очень богатый такой сервис. Но я надеюсь, что мое видео было вам полезно. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч! Продолжение следует...